Почему Адам Сломка, поляцы, патриотов польских, сидит в п***е? В польском вензении, из-за чего? Или это такой хонор всей польской? Такая сельветка неподлеглой польской, вольной шовой? Показать, что это нормально. Адам Сломка сидит, а за кого он сидит? А там за капельюх, потом за плакат, баннер, сидит. Там что ж паса не запил, сидит. Файно так, поляк сонжет, за что он сидит, за что его дядки сидели кедысь там. Повстание Сточневое, ну и решта, решта. Аковцы, журналисты. За что там они сидели, там поляцом летали. Не пришли до... Не приглашали себя до... Урженников радецких, которые приехали, вместо знисченных тут поляков, польских урженников и решта. Ну так, ну, не было нормально. Ну, другая сторона, для чего сидит пан Адам Сломка? Что сэндзиов этой фармации пырловской, посмотрят, какая реакция сообщество польского будет на том, что тус там, этого сиева, приезжал, или еще не приезжал, когда его всадили. Посмотрим, что на то поляце. Ну, что на то поляце. Ну, мы видим, что на то поляце. Сидит какой-то лысый. Ну, вы посмотрите. Какой-то дегенератер. Ну, либо лысый пырловский дегенератер. И говорит, что Адам Сломка не имеет влияния. Он не имеет значения. Пан Адам Сломка есть, прежде всего, невярыгодным человеком, который miał зарзуты за фаусшование выборов, за организование на пащи на сэндзиего и есть такой особой, которая... Почему не всадить его за фаусшование выборов или за напасть на сэндзиего, только за то, что цапки не взял в сэндзи. Но я думаю, что он есть аресштованный, а не имеет выроку. И считывание в углу Адама Сломки есть просто... Ограниченные права обыдательские? Не есть обыдательным государством? Не имеет права протестовать? Не есть авторитетом в оцене вымиару справедливости. Точит свои прыватные войны со свиатом сэндовичным. То есть, что свиат сэндовичный не точит с ним своей прыватной войны, всадзаясь его до więзения, за то, что он не сэндзиего. Адам Сломка нападал на Адама Сломка, только Адам Сломка нападал на сэндзю. И имел за то зарзуты. Что он не сэндовичный, а сэндзиоры, которые пасхудзом большинство польских вгнебили коррупцию, вгнебили в велкие аферы, с которых никто еще не различил все, потому что у них нет. Как говорил бывший шеф Банку народового польского. Адам Сломка, он так думает, да, я сам пойду что-то там. Вышпевам. Он сам там пиар сэндзюм а сэндзюм а сэндзюм сэндзюм маян 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 коррупция посткоммунистична и они нец, они не были нормальны поляцы. Адам Сломка, они были так ненормальны. Трохи такие, ну, джив, дживак дживачи такие а решта поляков или миллионов, четыридых миллионов которые у себя в дупе, когда их сэндзюм то нормальны. Файна логика. Супер. И тот плакат, который у Адама Сломки разом с паном Мирником они разом вальшим вонпи, чтобы он сам ну, может и сам бы вальшил преждеж приезжал на Майдан за то вдящный и Павлу Кукизу что бы он сейчас не гадал али пан Адам Сломка бардзей хоноровый и бардзей годный, достойный человек бо он не гада бзды он робит свою справу и не витася там на каретажах с теми пасхудными пыловцами разными шмаровцами посткоммунистичными здравцами, с которыми мы потом засидаем и витаем, что нибы то правица, о которой зараз пару слов. У него банер малюткий. Декоммунизация сондов. Мой любитель, мой пан в бенчике. Протест будет перед сондом, будет так само будут пикеты перед сондами в краю. Всегда, я думаю, нужно показать сэндам со стороны społecной, ну, как они оценят. И, что сделание страйков в стации, в которой мы выемоково опешаевые сонды, ну, то это нет каких-то ретельных подходов. Де тхурзация, де швилизация, де превратнизация, де облудытизация польскего сообщества. Только так то сообщество может быть сдольным на название, на титул Поляка, Полки. польскего сообщества, а не быдло массы тхужовские, за которым, за тих тхужих, сидит тэраз Адам Сломка. За ваши тхужовские, швирские дупы он тэраз сидит, бо он вальчил за ваши права, за которые вы не умеете вальчить, не можете, бо быдло, як само по себе, не може вальчить, он может только быть бараном, которого гонят на заклане. Прежде всего в двухтысячных летах я иду в Великопольске, заходи в достаточно великое место, заходи с каким-то папиром, что-то там в руках, я имел какие-то папиры, иду до механического склепа какого-то, видя там продавчина уже встала и так так я как финансовый инспектор хором. Когда увидел, что это русик, ей все там разложнилась, и она на меня так смотрела, что я ее страшил. Курды, это все общество польское. Курды, сама не знает, а плачет до политики. Она не знает, не умеет, не потратить, а плачет до бизнеса. А там сидят такие двуисичные у которых за плечами, за банком мафии и и имеют этого бизнесмена, имеют этих властителей каменец, имеют этих франковичей, имеют этих идиотов, которые, как он говорил, президент банка бывшего, народового, на 16% только идиота, соглашающим свои форсы отдавать в парабанке. Ну и решта, 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 пензонцы кролики, цментажи, афера за афером. Такие самые аферы, как сейчас у нас. И Новак привезли эти аферы новенькие, потому что наша швейская юдомафия Порошенковская была повязана как-то там через партия регионов взрослая. А теперь по войне нужно им свежую мафию называть контакты. Поэтому они взяли Новака, чтобы он им за нормальные форсы денег от украинского бюджета. Власне, что много политиков и ПО, и ПИС, и разных было на Майдане. Некоторые помогали обычным украинцам бороться за свою вольность против паскудной коррупции. А некоторые летали были в этом защите украинских политиков, которые бы им могли, не то, что там говорить, карьеру помочь. у каждого была своя рация. Но кто-то из польских и даже рисковал своим жизнью. потому они летали между крови. как приехал Бартик Машранкевич с марчинным оператором а когда вы в губе был майдан валяще за дымом все там стреляли Беркут лято. Я не знаю, они до окна, репорт робим. Их просто могли там залазить. Звыкли. Ну, разыковали, летали. И на Грушевского. Я до чего говорю, что и редакторы, и пани Востанкевич там летали, тоже разыковывали. Но сейчас он спросил Гадовского, кто в Польше. Может быть, вспоминать себе какие уявы, отзнаки, что он либо немецкий, либо российский. И этот сирио с таким маленьким милом уже спит и рассказывает. Не хлебе уповек, как он пару месяцев назад рассказывал о Путине. Моге влочить. Люди любят утожсамировать себя с лидером. В России Путин действительно ма попарче, потому что Путин выражает ощущение твердого игрока. Может даже и бандиты. Но такого бандита, который выиграл. А тем временем наш Дональд Туск в 2010 году, кто был? Памят, что я могу вспомнить, что в 2011 году Дональд Туск выиграл в цугле выборы. Вместо того, чтобы те все коментатели, которые называют себя пропольскими, шли под вензение, там, где сидит пан Адам Словка, ну и что там там давали выводы, под камеры. Что ж там кричали, камень зруцали до вымяру справедливости, такого санджевского, мафии санджевской. Такий вымяр справедливости. Которая за Латвия. И может еще в некоторых временах Павловская Бензи за Латвия за Латвию. А Поляцы ничего. Нет. То не джевак. Адам Словка за них вальшит. Такий то народ польский, естественно. Мы его сейчас приховываем. Час по часу, крок по кроку. И маленький еще на последний пример. Тоже посмотрите, как ОНР с фалангами, там, этими флагами. Прошли, ну видео, когда-то там было. Прошли и пхали вместе с полицей. Прошли, против этого шатанского спектакля «Клёнтва». Того хорватского дегенерата педаля сатаниста, который ввалялся в Польске. И за податника форсы, обычно, люди, которые працуют на Польске, на бюджет Польский. За свои форсы. За польские католические форсы. Они должны терпить в своем крае так, как паскудство, как спектакль «Клёнтва». Ну, короче, ну то хорошо, чтобы пришли. А почему не Поляцы пришли? Нормально, там не какая-то группа, там 50-100 человек. А там 100-100 человек пришло, Поляков, протестовать против этого. Где? Аооо, Поляцы? Не, они глупают себя в дупе у себя. И смотрим четыропанцерный хипец. Как и в часах, когда в Киеве смотрели на дискотеках, когда Майдан в 8-й ранку забили. Только летали там и в Польске джинника же тоже. И так само и в Польске тоже смотрели, когда «Солидарь» забили. И решта, решта так. И этот ойнеровский боссик коментирует такие девочки, какие-то джинские комментарии, что «не, мы не дотиками этих польских видов». «Не, они виды пришли, их окламали, так, они такие идиоты». «А они ничего не совершали, только кто-то там зафильмовал и только только выбух по целой информационной по целой Польске». «Мы этих видов ниц не дотиками, мы только протестуем и что-то там кричим на кого?» «На полиции?» «Чи на актора?» «Кто-то где?» «Кто-то вышел через черное выждание, через тыльную, через дупу театральную вышло». И они там плачутся, такие впечатления со стороны, что они хотят купить билет с этими флагами военнерозскими. И плачутся, плачутся, хотят, ну, аншлаг, ажиотаж, и они хотят купить билет с этими пропорами, флагами военнерозскими. «Давайте нам билет!» «Ох, тут не утримался, так, так, сяк». Ну, тоже немного так удивительно, смешно это выглядит. «Для чего в Польше повинны поляцы черпать и не привиховывать поляков, которые ходят на тэн клюнтва подскудный шатанский спектакль?» «Киндеров». А то уже дорослые поляцы. Я не знаю, кто там ходит. «Збоченцы, полпедали, дегенерированные какие-то». «Али они там ходят». «И залатвяем польскому мораль таким способом». «Они плюю», «вымятую» на ту мораль. «Нахальне», «сценичне», «спектакулярне». «Плююс» во все, что должно уродить себя у детей нормальных. То, что Польская застает сама себя, или через тхурство, она не может сделать порядок. Что с ними нужно поговорить, с этими поляками, которые ходят на тэн спектакль. А не. Тхурзови не хотят с этим ничего иметь в отношении. «Бо сэнджови всадзум их до пердля». «Вот такие сэнджови, которые всадзили пана Адама Слонка, то бардзо широкий диспут, дискус, чтобы так о нем гадать, о гадушке до ниц не спровадзонцы». «Ну, кедыш то шлях до польской души, кедыш, повинен отворжать с ним? Он уже на тэле сдегенерированный, на тэле уже зашмеченный, тхурзостом и тем свышеским шмечем, не польским, а моральным, облудом, что сэнджови и такие поляцы, которые ходят на клёнтвы, ничего не боятся. Они уложили великий хшан на вашем и нашим польским. Они уложили великий хшан на поляков, которые отдали жище в вальце за нормальным, неподлеглым, христианском, польским. Только что вы с той польской робите, поляцы?» «Мир, мать, мать!» «То живут крымские татары, коренный крымский народ!» «Мир, мать, мать!» «Мир, мать, мать!» «Мир, мать, мать, мать!» «Воу!» «Сюда!» «Иди сюда!» «Время!» «И скорую я пойду!» «Бегом!» «Скорая шлютку!» «Иди сюда!». «Слышко». «Время, мать!» «Мир, мать". «Ново-ва!» «Ненена,ово-ва!» Продолжение следует...